здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и напомню вам что зима продолжается а значит продолжается зима в подмосковье так называется специальная программа московской области которая проходит куда входит масса всевозможных мероприятий но прежде всего наверное это еще мероприятие связаны с парками почему потому что сегодня здесь у нас гостях алексей александр орлов руководитель дирекции парков городского округа люберцы депутации это депутатов городского округа люберцы здравствуйте алексей александр добрый день ну вот прошло довольно много времени с того самого момента когда мы с вами обсуждали тему летних весенних осенних парков а сейчас самое время обсудить зимние тем более что уже прошли наверное самые главные новогодние праздники как в этом году все состоялось мороз видимо немножко помешал да ну как говорится у природы нет плохой погоды поэтому любую подстроим так точно и мы соответственно для всех наших жителей и гостей нашего округа конечно же парки не оставляем без проведения культурно-массовым мероприятий мастер-классом активности потому что конечно же особенно в праздничные дни и выходные дни куда пойти населению конечно же в парк тоже практически к вам туда переходит все основное в городе но в основном в парке конечно да потому что подышать свежим воздухом погулять с детьми насладиться природой снежной погодой так вот морозной вот безусловно у нас активности не прекращаются и в зимний период но вы заранее готовились то есть программа была выстроена но задолго вперед конечно заранее было выстроена вперед программа как вы правильно сказали наши мероприятия проходят под брендом зима в подмосковье бренд наш областной уже раскручен уже говорят сейчас да вот и все мероприятия у нас так или иначе конечно же проходят в рамках зимы в подмосковье в декабре месяце мы традиционно с мероприятиями с массовыми гуляниями открыли наши елки то есть стартовали стартовали до зажжение елок проходя открыли резиденции деда мороза на праздновали день рождения деда мороза в декабре месяце а у нас прошли несколько фестивалей на парад сказочных персонажей в парках все то что наши жители уже привыкли к активности они их ждут с нетерпением активно принимают участие у них но и мы с радостью готовимся к ним к встрече наших гостей первую очередь это наша непосредственная работа на делать более продуктивным досуг наших граждан вот вернемся еще к программе я так понимаю что она же как-то утверждается то есть есть какой-то штат сотрудников до деку гну культурная программа что-то для детей что-то обращивается как бы так сказать мы поговорим сейчас о планах же еще естественно вот и тут немаловажно что несмотря на то что погода была очень холодная все равно люди были и вам нужно было подготовить парк потому что еще и снега было огромное количество в этом году говорят мы побьем какие-то рекорды снежные и бытовая сторона то есть расчистить подготовить чтобы люди могли пройти и так далее вот сотрудники получается работали не покладая рук все это время ну да скажем так помимо культурной части мероприятий и наполнение наполнение парков культурной частью конечно же это ежедневные моменты связанные с хозяйственной деятельностью да это уборка снега обработка обработка территории противоуголедными средствами чтобы было комфортно ходить и не скользко потому что у нас и старшее поколение детишки да и взрослые неважно кто ну в парке . что в водах не должно быть скользко да конечно же поэтому конечно у нас парке помимо культ массового сектора также постоянно основе ведутся работы по уборке содержанию территории световые до световое оформление до культурную естественно на все мероприятия мы планируем проводим при тесном взаимодействии с комитетом по культуре городского округа люберцы с нашими общественными организациями много неравнодушных жителей которые готовы и помогают нам в проведении мероприятий которые хотят участвовать участвуют и получается такая хорошая скажем коллаборация когда мы все вместе проводим мероприятия праздники видим эти улыбки счастливые лица людей поэтому это все очень здорово и самое главное что это будет продолжаться и продолжается мы будем делать максимально но сейчас да об этом поговорим о планах но еще вернусь к тому что ведь мы еще помним время когда ну скажем там даже в середине двухтысячных годов 2010 и девятые годы все-таки к паркам стране так еще было отношение это было не самое главное ну если не брать конечно большие города москву петербург это то есть парковая культура как таковая было но где-то там на на первых позициях явно то мы сейчас видим что и много раз и даже на на прямом эфире с главой мы говорили очень много именно о парках да об открытии структуре которая создается вообще подходах начиная от лавочки да да но удобных тропинок дорожек и так далее то есть можно сказать что парковая культура возродилась сейчас городском округе люберцы и помимо тех парков которые уже сделаны еще будет речь идти о других ну приведение их такой стопроцентный вид безусловно потому что все-таки парковая территория на сегодняшний день является скажем визитной карточки визитной карточкой любого муниципалитета это общественно то общественное пространство где собраны все самое скажем инновационное новое время современная культурная потому что парки культуры поэтому проходят мероприятия это и мероприятия под вы рассматриваете принимаете какие-то как инновации тоже там и скажем так как правильно лавочки поставить какие лавочки где их поставить как сделать так что было удобно чтобы никто не упал чтобы никто ночь не пострадал и чтобы все работало верно конечно мы каждую нашу концепцию конечно же обсуждаем также жителями помимо профессионалов проектировщиков архитекторов кто разрабатывает нам концепцию проект был густой дизайнера да да конечно же мы учитываем сложившуюся инструкцию инфраструктуру данной территории конкретно парк его тематику и конечно же мнение жителей мы также первую очередь учитываем потому что мы же делаем это для людей поэтому с мнением жителей наших мы также считаемся но тут вам еще уши до помогает ваша депутатская деятельность они мы тоже чуть позже поговорим во второй части то есть умение общаться с избирателями когда избиратели чего-то хотят а здесь идет такое совместно мы вы можете что-то предложить или ваши коллеги на обсуждение потом совместно вы принимаете решение вот здесь будет нас такая аллея например да да понятно мы смотрим принимаем предложения в период проведения публичных обсуждений и конечно же принимаем внимание предложения всех и уже на учитываем при нашей разработке концепции входит это в эту канву либо немножко она не входит но что мы можем оттуда учесть и мы конечно же прислушиваемся делаем максимально чтобы это было всем интересно удобно и всем нравилось первую очередь это функционал и конечно же удобство на для наших граждан что наши парки стали тем местом именно тем местом для максим максимально комфортного времяпрепровождения в свое свободное время еще такой вопрос команда я его и в прошлый раз задам но время идет меняются какие-то планы направления парки разрастаются наверное есть еще определенное желание хочу в том парке работать или в том потому что он либо ближе к дому либо просто потому что нравится вот создание команды потому что это же и дизайнеры парковые я не знаю люди которые разбираются в каких-то растениях да и собственно говоря люди которые ведут культурно массовую часть того или иного парка как у вас команды где вы ее берете и как часто вы проводите совещанию или как это у вас называется на ну скажу так что я с двадцатого года директор парков городского круга люберцы команда как таковая костяк у нас без изменной приходят новые люди мало кто уходит от нас до приходят новые люди конечно же территории увеличиваются мы дополняем их дополнительным штатам сотрудников потому что нужно территории содержать обслуживать следить за ними безусловно вот по вопросу культ массового сектора это все-таки у нас обобщенный блок культуры совместные с комитетом по культуре немножко даже проще это неразрывная такая связь мы работаем с ними вместе и мы охватываем все парковые территории то есть нету конкретного скажем человека закреплены именно культурной части закреплены только за эту часть да культурная часть нас они охватывают все территории а вот уже говоря хозяйственной части там конечно тебя уже люди закреплены конкретно за каждым участком территории безопасность еще такой вопрос мы должны тоже обсудить потому что парки они бывают какой-то поменьше какой-то побольше какой-то погуще вот кто обслуживает с точки зрения безопасности парков безопасность это наверное одна из таких знаковых частей которая присущей должна быть у нас на всех парковых территориях оборудованы камеры безопасный регион и ежегодно мы смотрим и что-то добавляем дополнительные локации чтобы был охват чтобы не было мертвых зон не было да также у нас круглосуточно охрана это частно охранное предприятие у нас обслуживают наша народная дружина регулярно у них маршруте проложены парковые территории и рейды у них проходят по всем парковым территориям блоками неприятных моментов среднее время таких критичных неприятных моментов не было бывают какие-то небольшие на хулиганские нога же затем до действия да но такого что резонансного какого-то взрыва скажем так каких-то вот нехороших вещей не было то есть как раньше советское время пользовались некоторыми темными парками там как говорится свои делишки какие-то то сегодня уже так не получится потому что даже сами скажем так люди с какими-то преступными замыслами они понимают что все на ладони конечно парковая территория сегодня это освещенная без максимально безопасное место где можно спокойно прогуляться и сотрудники правоохранительных органов на тоже у них патрули при максимально приближенная именно к общественным территориям помимо народ дружины частных охранных предприятий наши камеры безопасный регион который выведены кстати в органы внутренних дел они тоже это мониторят и все под контроль сегодня до сегодняшний день все порядке я сделала небольшую паузу после чего узнаем о планах на новый сезон а или на новый год который все больше набирает оборотов хотя трудно еще отделаться от 23 и привыкнуть к 24 но время летит быстро и во второй части также как и обещал еще немножко поговорим о депутатской работе на студии алексей александр чарлов руководитель дирекции парков городского округа люберцы дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях алексей александр чарлов руководитель дирекции парков городского округа люберцы депутация это депутата округа и поговорили мы о вообще-то ну скажем о самом сложном наверно периоде зимнем потому что летом все-таки тепло а зимой все то же самое но холодно и много много мероприятий тем более а такие длительные новогодние праздники но впереди февральские праздники во первых тоже там у нас был довольно длинная 8 марта потом собственно говоря уже лето не за горами какие планы у вас в парках планов у нас много культурно-массовая часть у нас продолжается запланированы у нас и православные мероприятия это буквально 11 февраля у нас будет центральном парке проходить тради уже традиционно это день православной молодежи дальше будет 23 февраля дальше 8 марта это у нас системное мероприятие которое проходит в еженедельном формате на территориях парков этого различные мастер-классы событийные мероприятия квесты спортивная активность к ним безусловно а вот все это будет план на сверстан а где можно посмотреть этот план для того кто может хочет не просто пойти прогуляться действительно что-то посмотреть услышать поучаствовать попрыгать побегать у нас есть наш сайт люберецкие парки у нас есть телеграм-канал люб парке у нас есть в контакте сообщества группа люберецкие парки также в каждом парке создана общественный счет общественного совета парков где большое количество подписчиков и вся событийная часть конечно же заранее туда выкладывается с афишами с мероприятиями постоянно жителям напоминаем где что будет проходить чтобы люди знали пришли собственно это максимально мы все освещаем хорошо ну а самих парках какова сегодня вот немножечко пару слов о каждом парке как его состояние сегодня как вы оцениваете потому что есть совершенно новые недавно можно сказать по-новому заново открытые парке может быть что-то готовится новое может быть где-то какие-то будут нововведения да в прошлом году мы до открыли первый этап тамиленского лесопарка это лесная пушка долгожданный парк для жителей поселка октябрьского но туда ездит не только жители поселка октябрьского всего городского круга люберцы это огромнейшая территория 115 гектар которая связывает сразу несколько муниципалитетов соприкасаясь это и латкарина это и держинский городской округ и раменский городской округ и естественно мы поэтому после открытия прошло торжественное открытие на котором присутствовало несколько тысяч порядка пяти тысяч на открытии было этого парка на жителей и активность этого парка она мне кажется не на неплохую погоду не холодную не снег не дождь жителям не помеха а туда с удовольствием идут это упорядоченная тропиночная сеть это освещенные дорожки это безопасность и для жителей это теперь комфортно это содержится очищенные дорожки на лавочки урны поэтому на жители очень довольны в первую очередь жители довольны новым парком в текущем году стараемся продолжить там работу соответственно также текущем году у нас будет продолжат реконструкция наташинского парка прошлом году мы и начали в текущем году мы его завершим реконструкцию ладно завершиться до в планах завершить в текущем году реконструкцию наташинского парка это будет современные уже обновлены с новым наполнением скажем так привыкшие И пешеходно-тропиночная сеть останется примерно в тех же границах, да, что-то добавится. Конечно же, новая какая-то появится инфраструктура, это как беговые дорожки, велодорожки, площадки спортивные, детские. Это, конечно, мы добавим. Ну и какие-то новые малоархитектурные формы тоже появятся. Не будем раскрывать всех, чтобы для жителей была какая-то изюминка. Также в текущем году у нас в настоящий момент разрабатывается концепция благоустройства парка в Малаховке. Это небольшой парк, всего 4 гектара. Называется он «Летний парк». Он находится в реестре культурного наследия. В настоящий момент мы разрабатываем концепцию. Соответственно, в первую, как я ранее уже отмечал, посоветуюсь с жителями, с, скажем так, со сторожилами Малаховки, те, кто болеют за эту территорию. И мы максимально постараемся воссоздать тот летний театр, скажем так, его внешний вид. Не сам театр, а его внешний вид приблизить, скажем так, к последнему его варианту. Ну и, естественно, территорию парка мы в том же стиле будем восстанавливать. Реализация этого проекта тоже в текущем году у нас запланировано и начать, и завершить. Потому что территория небольшая, как я сказал. То есть можно все сделать под ключ. Да. Поэтому планы большие. Также еще территория в Марусино. У нас в прошлом году начались подготовительные работы, но уже погода была не позволяла работать. Ну и, естественно, с жителями, также посоветовавшись с жителями, было принято решение, что можно продолжить работы, когда будут нормальные погодные условия в текущем году. Там тоже парк возле реки. Поэтому тоже будет точка притяжения для жителей Марусино. Собственно, планов много. В этом году работы много. Но все будет сделано в срок, качественно. И я думаю, что мы уже осенью все придем в наши новые обновленные парки с новыми эмоциями, настроением. Вот еще такой вопрос, и перейдем уже к депутатской деятельности. Парк – это не только тропинки, не только культмассовая работа, но это, собственно говоря, сам лес, что ли, да? Деревья, кустарники, цветы. Кто над этим работает? Есть ли желание что-то новое посадить? Или наоборот, что-то уже, может быть, и убрать нужно, если по закону можно произвести опил какой-то? Вот как это работает у вас? Конечно, у нас есть инженер, который следит за всем, скажем так, хозяйством парков. Мы, конечно же, постоянно проходим обследование территории, проводим сухостои и аварийные деревья. Мы проводим опиловку согласно порубочным билетам. Если это лесная территория, то, согласно актов, приведенных ЛПО, это лесопатология. То есть просто так нельзя взять и убрать? Конечно, конечно, да. Изначально проходит обследование, после чего уже проводятся работы специализированными организациями. Также высаживаем в клумбы сезонные цветы. В осенний период мы, конечно же, в эти клумбы сажаем уже тюльпаны. И к майским праздникам у нас уже во всех клумбах расцветают красивые, скажем так, полотна тюльпанов, которые... А что-то экзотическое? Не думали об этом, создать какую-нибудь экзотическую галерею, чего-нибудь, где-нибудь? Ну, мы ежегодно, в принципе, все же зависит от местности, что-то приживается, что-то не приживается. Есть у жителей большой запрос, допустим, на хвойники, но в нашей местности хвойники плохо приживаются. Поэтому с этим тоже связано. Мы советуемся, консультируемся со специалистами. Что наша местность позволяет и что хорошо приживается? Конечно, мы ежегодно это высаживаем, и у нас ежегодно традиционно проходят акции. Лес Победы, наш лес посадит в свое дерево. Компенсационное озеленение в том числе проводится ежегодно. Это не только в парках, а во всем городском округе Люберцы. Жители, которые приходят и откликаются, и активное участие также принимают в этих акциях. То есть работа с лесом идет непосредственно. Ну и в финале, как я и обещал, немножко поговорим о депутатской работе, потому что Новый год. Ну, давайте говорить так, хоть депутаты, конечно, все время в работе, тем не менее, и люди отдыхали, вряд ли многие обращались, если, конечно, не происходило каких-то сверхъестественных событий. С чем сейчас приходят, и какие планы у вас депутатские на будущее? Потому что сейчас весна начнется, зима уйдет, и наверняка будет много новых запросов, просьб, пожеланий. Ну, скажем так, в сегодняшних реалиях, конечно же, первой первостепенной и первой историей у нас является поддержка семей СВО. Проводится большая работа не только депутатским корпусом, неравнодушными жителями, да и вся страна. Вся страна помогает, и администрация, и всем максимально оказать содействие, всеми возможными способами облегчить, где-то помочь всем нашим ребятам, которые находятся сейчас и защищают нас, и, конечно же, их семьи поддержать. А в трудную минуту, перед Новым годом, на День матери, мы встречались с рядом семей, и их мужчины находятся сейчас защищая нас, нашу страну. А мы, скажем, поддержали их, провели несколько часов в такой дружественной обстановке, попили чайку, пообщались, им попроще. Нам, скажем так, это ничего не стоит, а это нам только в радость. Ну, конечно же, поддержка вот этого характера, конечно, мы не забываем о нашем старшем поколении. Это тоже... Постоянная работа. Постоянная работа – это тоже один из приоритетов. Ну, и помимо всего этого, в рамках наших приемов, да и не только мы завязаны на приемах, может позвонить любой человек в любой день, и, конечно же, мы максимально возможно, что мы можем сделать. Мы идем на встречу, помогаем взаимодействия с разными структурами, в разных ситуациях, оказываем максимальное содействие. И я хочу сказать, что на сегодняшний день, в принципе, нет такого, что кто-то не дает обратной связи, не дает обратного, скажем так, такого негативного отторжения, когда мы обращаемся по просьбам наших избирателей, наших жителей, в первую очередь, наших соседей, друзей. Все-таки, может быть, именно эта ситуация в стране и в мире наше общество сейчас сплотило. Максимально сплотило. И это очень хорошо, это радует. Ну и да, и мы все вместе. Многое можно будет сделать. Конечно. Ну что ж, Алексей Александрович Орлов был гостем нашей сегодняшней программы, руководителем дирекции парков городского округа Люберцы. Как вы услышали, что мы прекрасно понимаем, весна уже на пороге, а там и лето. Очень много интересного. Будем следить за тем, как воплощаются все идеи, высказанные вами и вашими коллегами уже наяву. Ну и желаем вам хорошей депутатской работы. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова